Мне прислали этот код, я еще его не ввела, я ничего еще не ввела, и у меня посыпались просто, вот посыпались то, что со счета снимают деньги. Сначала 16 тысяч, потом еще 16 тысяч, в общем, короче говоря, пока я успела заблокировать карту, 60 с лишним тысяч, с ним я ничего сделать не смогла, в банке мне это все не вернули, потому что сказали, что ладно, говорят, не открывайте незнакомые ссылки, но я-то все-таки думала, что если я не ввела проверочный код, то доступа к моей карте нет. Ну, я ошибалась, эти хакеры на все способны. Друга, она ищет работу, разместила там где-то на Джо Просовое резюме, там и все такое, ей перезвонили, типа из Тинькофф банка, что вот мы там хотим вам предложить какие-то условия, туда-сюда, но вам нужно скачать приложение Джо Пру на телефон. Вот она заходит, скачивает это приложение, вот, и они говорят, ну давайте вот сейчас будем с вами общаться, вам, наверное, удобнее сразу войти в свое приложение Тинькофф, чтобы мы вам объяснили, что нужно будет там как-то делать, как-то ее там это, она открывает приложение Тинькофф и начинает у нее просто все, что было на счете, сразу бы и сыпалась. Она такая, при этом она разговаривает по телефону человека. Он, ой-ой-ой, извините, это тут вот случайно у нас что-то получилось, подождите, подождите, и они ее держат какое-то время, сейчас мы вам все вернем, вот. Ну, в общем, минут 10 они там это вот, тянули время, я не знаю, может они еще там какой-то кредит хотели взять, после этого она просто, говорит, я спустилась, выпила стакан воды и отключила телефон. И при этом, то есть она ничего не сделала, она просто скачала приложение в процессе разговора по телефону, по громкой связи. Но единственное, что она обратила уже внимание потом, как бы, что в момент, когда она скачала приложение, у нее на телефоне, вот по экрану появилась зеленая рамка, то есть в этот момент они как через TeamViewer, типа того, как вот через это, они уже подключились на экран ее телефона. И когда она открыла пальчиком свое приложение платежное, они просто списали деньги. То есть, как вот, никаких ни кодов, ничего. Я говорю, а что? Вот просто скачала приложение. Понимаете? Приложение, она говорит, оно у меня до сих пор на телефоне, вот оно, обычное приложение, джопру, там, то есть ничего как бы такого нету. Какие-то прям чудеса, изощренности, мошенники, вот они. Посмотрим все-таки вот эту ситуацию про мошенников. Откуда они взялись? Вот неспроста это все появляется. Мы где-то ведем себя либо как жертвы, либо как, ну вот, ну не просто так это все в нашей жизни бывает. И мы с вами уже на тему уязвимости в прошлый раз разбирали, если в вашем поле появляются вот такие истории. Не надо погружаться в страх. Не надо впадать в какие-то истерические там, типа, я боюсь все, закрываться. Не надо. Всего лишь достаточно посмотреть, на какие причины вам указывают эти ситуации. Ну, практически так же, как со снами. Вот мы утром встали, приснился какой-то сон. Если вам сон запомнился, и не важно, хороший он был сон, не очень хороший, какой-то тревожный. Ну, посмотрите, на какие причины вам этот сон, то есть к чему он, о чем, о хорошем или о плохом. Очень часто бывает так, что сон вроде бы такой безмятежный и такой вроде бы как все там было радостно и лучезарно, а он может так указывать на причины чего-то. Поэтому еще раз вам напомню, что всегда по поводу снов вы смотрите. По диаграмме плюс 100, минус 100. О чем этот сон? Помните, как в детстве? К худу или к добру? То есть минус или плюс? Просто смотрите. Если маятник вам идет на устойчивый плюс, ну, все, прекрасно. Сон к хорошему что-то хорошее предвещает. Может быть, какие-то трансформации идут. Прекрасно. Даже если сон тревожный. И если маятник у вас отклоняется в минус, значит, надо искать какие-то причины, на которые вам указывает этот сон. Также вы можете вот эти ситуации также смотреть. О чем эта ситуация? Вот эти рассказы про мошенников. И опять же, не хочу снова как бы возвращаться к тому, что я сейчас проговорила. Не делайте то, чего делать не хочется. Вот я вам с самого начала рассказала. Ну, не хотела я туда лезть. Но так хотела помочь. Так хотела выразить, вовремя остановиться. Вот поэтому смотрите. Вот эти, когда начинаются истории. И вот сейчас я смотрю в нашей группе, к чему эти истории. Вот они указывают, что они у нас появляются в нашем поле минус 50%. То есть это явно о чем-то нам сообщает. О чем? Я спрашиваю. Насколько причин это указывает. Маятник мне показывает одну причину. Я открываю наши причины и смотрю. Снова обесценивание. Обесценивание. И смотрим. Обесценивание денег. Обесценивание. Давайте понимаю. Когда мы на себя жалеем денег, когда мы чего-то хотим и не позволяем себе этого иметь, даже очень часто это бывает, когда у нас и деньги на это есть, то, может быть, вы и сами можете из своей жизни привести ситуации когда деньги были себе пожалела что-то купить не позволила а потом эти деньги просто пришлось потратить или там на какие-нибудь лекарства или эти деньги просто потерялись или вот так же вот украли мошенники то есть мы для себя блокируем и я вам в модуле кратничество рассказывала как у меня исчезли деньги обесцениваем эти деньги для себя блокируем для себя их если нам не надо то есть мы таким образом отказываемся от этой энергии опять ставим блок на энергии потом у нас нет энергии потом у нас нет сил потом нет здоровья чего угодно внутриутробно у каждого из вас в какой-то момент то есть смотрите получается у меня блок для себя чтобы мама не страдала чтобы маме все что было у нее хорошо чтобы она не переживала чтобы она не боялась я же теперь знаю что потом то все будет хорошо и не то что там от голоду не умерла он еще сколько свободных белков жиров и углеводов понимаете теперь то я знаю а тогда я была в моменте страшно и даже если кто-то мог ее поддержать мы все равно сами человек рождается один и умирает один и по жизни свои сложные ситуации проходит один ну понятно что есть бог ангелы-хранители они всегда рядом ну чтобы научиться их чувствовать и взаимодействовать с ними мы все равно проходим этапы взросления этапы осознания своей ответственности и ну обвинять даже но даже если мы будем жаловаться на жизнь какие все гады там никто мне не помогал как бы мы там потом не обижались ни на кого если посмотреть на это мы все равно это прошли самостоятельно потому что я очень бы хотела чтобы моя мама не страдала я бы очень хотела чтобы она была счастлива радостно здорово но не всегда так получается я сейчас как взрослая женщина умеющая работать с этим всем мы уберем эти блоки уберем это все не надо для себя блокировать иначе мы притягиваем тех людей которые придут и возьмут они тоже как знаете как вот эти вот люди как как руки кармы до которые тебе не надо заберем кому-то нужнее даже если таким путем обманом еще чем-то ничего страшного вот по пучку больше как бы охватывался спектр физиологических проблем то есть здоровья и очень мало было вопросов связанных с отношениями там я не знаю ну вот с твоими внутренними состояниями какими-то психологическими то есть то что вот больше тонкоматериальные какие-то вещи я всегда когда пучку работала думала можно ли это проработать а можно ли это как-то узнать я не понимала как это делать потому что вот там не знаю болит попа ты идешь и делаешь вот это условно говоря да то есть там все понятно а вот этого вот аспекта его не хватало я поняла что в школе есть вот этот аспект и вот это вот две наверное ключевые вещи которые прям притянули спасибо и насколько удалось это такой вопрос дублирующий первый но тем не менее насколько удалось вам решить эту задачу удалось все решить ну как бы мысли формы понятно работают проверила на физике это прям поразительно удивительно вот а ну а вопросы связанные там с психологическими там какими-то да отношениями но продолжаем над этим работать потому что здесь же такой клубок целый всего и я просто считаю что вы тоже что меня удерживала дальше в школе это именно то что вы постоянно говорили что надо менять себя то есть мы можем всю жизнь сто процентов сидеть и крутить маятником и просто в этом вот жреть но если ты не изменишь себя ты покрутил маятником пошел сделал два шага ты себя опять наработал чего-то потому что себя не поменял и конечно большая работа именно менять себя чтобы постепенно необходимость что-то исправлять становилось меньше меньше и меньше вот это конечно вообще очень важно и но постепенно я вижу прогресс все были важны очень интересно было патогенная все-таки вот эта микрофлора потому что я чувствовала что в этом у меня очень много вопросов вот она такая прям для меня была важная а были темы которые у меня остались вот знаете например когда вы рассказывали про про что же это было про специи кардамон вот когда мы про кардамон разбирали что-то или про масла масло но это было не в этих последних уроках а когда-то тогда вы говорили что-то про специи и вы когда сказали слово кардамон в мысли форме вы сказали а сегодня мы значит вот это вот это со вкусом кардамона или с эфиром кардамона я не помню как вы кардамон так сказали что я поняла что я просто так хочу кардамон вы это слово так произнесли я пошла купила эти специи я пью теперь чай какао с кардамоном и меня просто вот я мой кардамон как же я тебе не знала ты такой классный в общем а были вот такие уроки да то есть когда какая-то вещь зацепила также меня зацепила цветы баха очень сильно вот сейчас последние лекции когда вы рассказали про цветы то есть не сами цветы баха меня зацепили от цветы как вот природный вот этот наш объект я побежала сразу к себе в сад давай там эти цветочки все значит они у меня там уже зацвели я теперь как будто иду и на все цветы смотрю как будто с ними разговариваю то есть такое впечатление что я сейчас начну с ними разговаривать то есть я пока еще нет но уже на этом этапе как-то цветы меня очень зацепили были вот такие вот эффекты еще от урока неожиданно